МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы попасть в число тех, кто будет защищать честь России на международных соревнованиях, спортсменам из ядерного центра в НЕФ пришлось приложить немало усилий и пройти несколько отборочных этапов. Выиграть дивизиональный этап отраслевых соревнований в Сарове и стать лучшими в финале Атомиада в Новоуральске. После чего уже руководство «Анотомспорт» приняло решение, что нужно формировать команду на эти соревнования. Причем, надо сказать, что баскетбол еще ни разу не был представлен в этой программе, потому что в основном ездили пловцы, волейболисты, легкоатлеты. Это был некий рисковый шаг, но тем не менее, посмотрев на нас и убедив руководство «Анотомспорт», что мы можем достойно выступить и показать неплохие результаты, было принято решение на базе команды «Яук-центр», то есть куда входят Саров и Заречный, формировать команду для участия в этих соревнованиях. Вадим Шевчук представил на чемпионате судейский корпус от России на баскетболе. В состав сборной вошли пять сотрудников ядерного центра. Антон Тришин, Владислав Покровский, Дмитрий Климов и Дмитрий Михайлов. Возглавил сборную России тоже представитель РФЦНЕВ Дмитрий Покровский. Ребята признаются, что эти соревнования стали для них одними из самых тяжелых. Каждый день им предстояло проводить по две полноценных игры, когда температура за окном достигала почти 40 градусов. Действительно очень тяжелый турнир, который запомнится на всю жизнь, потому что ты выходишь в майке с надписью «Россия». Это, конечно, дорогого стоит, когда болельщики приходят за тебя болеть с российским триколором, когда болельщики кричат «Россия», когда болельщики после матча дружно скандируют «Молодцы». Это, конечно, запоминается на всю жизнь. В первый день чемпионата наши спортсмены встретились со сборной Австрии. Спортивная фортуна оказалась на стороне соперников, и команда «Атомспорт» начала соревнования с поражением. Но ребятам удалось найти в себе силы. И уже в следующем матче против Мексики они показали, что настроены уехать с чемпионата с медалями. Все-таки мы выиграли эту тяжелую игру. Я даже запомнил счет. 77-73. Четыре очка выиграли. И дальше, вот после этой победы, было проще. На следующий день нам попались Израиль и Италия. Ну, могу сказать, мы практически катком по ним прошлись. Уже пошла и командная игра. И как-то легче стало дышать после первой победы над Мексикой. В финале чемпионата российская сборная встретилась с австрийцами. До заветного золота не хватило всего четырех очков. Но саровские спортсмены не расстраиваются. Серебро на чемпионате такого уровня – это результат, которым действительно можно гордиться. Пришел этот успех благодаря нашему тренеру Дмитрию Покровскому, который после первого поражения не сложил оружие, нашел себе силы, нашел план на предстоящие игры, ну и довел команду до серебряных медалей этого чемпионата. Если для баскетболистов это были дебютные соревнования такого уровня, то для пловца Ларисы Головиной они стали уже доброй традицией. В чемпионате мира среди трудящихся спортсменка принимает участие уже в третий раз. Как правило, спортсмены делают как? Впервые приезжают, смотрят, как плавают, что плавают. И, как правило, соперники друг друга запоминают и знают, каков результат. Я, собственно, методами этими и пользовалась из раза в раз. Вот, но вот этот чемпионат меня немножко разочаровал результатом, потому что, да, слишком большие разрывы были между первым и вторым местом, крайне большие. Я рассчитывала как раз на приезд сильных соперников, но почему-то я их не увидела. Три дистанции 50 стоит 200 метров на спине, 50 батерфляем, 200 комплексным плаванием. Ларисе покорились все дистанции, в которых она принимала участие. Как итог, 8 золотых медалей, 1 серебряная. Для меня эти медали говорят о том, что я нахожусь еще в форме, что я еще могу, что, как бы, меня воспринимают как соперника еще. И это радует. 42 страны, 24 вида спорта и более 3000 участников. Саровские спортсмены доказали, что они лучшие и достойно представили Российский федеральный ядерный центр внеф и страну в целом на международном уровне. Хотелось бы поблагодарить госкорпорацию «Росатом» в лице исполнительного директора «Анотонспорт» Петрачина Ислана Юрин за то, что она оказала нам честь. Действительно, приняла решение, о котором потом не пожалела. И мы достойно выступили на этих соревнованиях. Ну и, естественно, большая благодарность Российскому федеральному ядерному центру, руководство, которое отправило нас в командировку, тоже возложило на нас некие обязанности, с которыми мы вполне справились и достойно выступили и представили Российский федеральный ядерный центр на международных соревнованиях. Трассы и виражи на автомобилях с уникальной историей. Перед каждой гонкой машина проходит тщательную подготовку. От того, как автомобиль оснастят к соревнованиям, напрямую зависит результат заезда. На прошедших в столице гонках «Московская классика» участник саровской команды «Черный ворон» за рулем советского москвича стал третьим в категории «Спорт». Участвуют «Волги», «Жигули» нескольких классов москвичи. Формулы старые, такие вот из 60-х, 70-х годов. Всего наш город на гонках представляло пять автомобилей. Из них два москвича и три машины марки «Жигули». В категории «Тайм-атак» саровские гонщики выступили также удачно и привезли домой первое и третье место. Готовится автомобиль по своему классу, по своему, как бы сказать, регламенту. Вот, тут что-то можно, что-то нельзя в каком-то классе. Вот, подготовился автомобиль, а дальше выбирается трасса, платятся взносы, доставляется туда автомобиль, ну и вы, собственно говоря, заявляетесь и участвуете. По такому графику вот уже несколько лет живут гонщики из команды «Черный ворон». Сейчас они готовятся к третьему этапу соревнований, который пройдет уже в конце июля. Но не только гоночными автомобилями увлечены реконструкторы. Экспозиция музея автомототехники пополнилась советским спортивным мотоциклом «Урал М-77», предназначенным для шоссейных и кольцевых гонок. Здесь участвуют в экипаже, значит, два человека, значит, сам пилот, который сидит за рулем, и, соответственно, можно назвать его штурман или человек, который находился в люльке, и при передвижении, при входе в поворот, надо было как противовес вставать, держаться. «Урал М-77» – предпоследний экспонат в линейке гоночных мотоциклов 60-70-х годов. Чтобы завершить этот ряд, осталось найти лишь одну модель того времени. Дарья Цапорыгина, Константин Настровский, Сергей Рябов. Служба новостей Старов, 24. Активисты Молодежного общественного объединения Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции «Армир» приняли участие во Всероссийской водной военно-исторической игре «Корсары. Золотой век». Мероприятие проходило с 1 по 8 июля на Иваньковском водохранилище Московской области на реке Волге. Ролевая игра на воде «Корсары-3» основана на исторических событиях и художественных произведениях о моряках Карибского архипелага на стыке 17-го и 18-го веков. По сюжету игры Франция воюет с Англией, Голландией и Испанией. В карибских колониях идет своя война. За золото индейцев. Тартуга готовится к кровопролитному противостоянию. Неожиданностью стало появление на опустевшем и покинутом Санто-Доминго португальских колонистов. Участники окунулись в морские баталии, перестрелки и обородаж кораблей. Искали клады, раскрывали тайны, находили мистические артефакты и религиозные святыни. Саровчане на корабле «Святой Павел» участвовали в игре под французским флагом. Чеширский кот, гусеница Абсалем, безумный шляпник и другие персонажи известного произведения Льюиса Кэрролла, встретили ребят на дворовой площадке клуба «Мечта». Там проходил тематический квест по мотивам «Алиса в стране чудес». Дети погрузились в атмосферу сказки и без труда преодолели все испытания. Мы должны были ходить по разным станциям, выполнять задания. Мне кажется, самая сложная станция была, где нужно было играть в шахматы у «Белой королевы». Были дети, которые умели играть в шахматане, нам помогали, объяснили, как ходят фигурки, в которые мы ходили. Играя разных персонажей в театральных постановках, Дарья Закатова старается не только подлинно изобразить героя, но и добавить что-то от себя. В этот раз Даша представила сыграть роль «Красной королевы». «Красная королева» — это плохой герой, если можно так выразиться. И в фильме она играла роль главного злодея. Она немножко сумасшедшая, если можно так сказать. И она противостоит своей сестре «Белой королеве». За власть они борются. Ребятам предстояло преодолеть семь станций. На каждом этапе их ждали персонажи сказки, которые подготовили для участников разные задания. В финальном поединке ребятам нужно было победить дракона Бармаглота. Самым сложным оказался конкурс с игрой в шахматы. Поскольку это довольно-таки сложная игра, она требует больших тренировок все-таки. И тем более эти шахматы, вы видели, они были в укороченном таком варианте. Это ходили только кони. И здесь нужно было логически простраивать путь. Ребятам это было довольно-таки сложно. Квест по мотивам известной сказки Льюиса Кэрролла удался, считают организаторы. Ребята поработали в команде, повеселились и узнали много нового. В конце всех участникам ждали сладкие призы и фото с персонажами. Спасибо! Екатерина Шмакова, Владимир Лисик. Служба новостей. Саруф-24 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА